Всем привет и добро пожаловать на новое видео. Сегодня я хочу показать, как можно увеличить FPS в ваших играх без сторонних программ прямо у вас на рабочем столе. Также заранее хочу сказать, что этот способ будет работать не у всех, потому что у него должны быть определенные требования вашей операционной системы. Также, если этот способ вам не поможет, то советую перейти по подсказке сверху или по ссылке в описании на второе видео, в котором я рассказал, как можно также без сторонних программ быстро и качественно разогнать вашу видеокарту. И этот способ вам уже поможет на 100%. Так, а мы пока что приступаем к этому способу. Переходим в этот компьютер, далее нажимаем свойства, после чего нажимаем дополнительные параметры системы. У нас открывается свойство системы, тут мы нажимаем быстродействие параметры. Далее переходим в вкладку дополнительно и нажимаем там где виртуальная память изменить. Виртуальная память, тут также написано, что это файл подкачки, что это область на жестком диске, используемая для хранения страниц виртуальной памяти. В общем, это как бы искусственная память приложений, которые могут использовать на вашем компьютере. Так, далее нажимаем изменить. И сейчас покажу, как тут правильно все настроить, чтобы ваш компьютер выдавал оптимальную картинку с оптимальными FPS. Так, нажимаем для начала, выбираем диск, допустим это будет диск C, нажимаем указать размер. Я рекомендую ставить от 10 тысяч до 40 тысяч виртуальной памяти. Если вы поставите каким больше, то просто ваша система начнет тупить и вы сделаете только хуже. Также тут написано сколько рекомендуется, но рекомендуемо не всегда полезно. То есть выставляете от 10 до 40 тысяч, тут уже подбираете под свои характеристики, нажимаете задать, потом окей, применить. Далее переходите на диск D и то же самое также указываете, после чего нажимаете задать, окей, применить и перезагружаете в ваш компьютер. После чего заходите в приложение, в вашу игру и пытаетесь уже полазить по ее именно настройкам. И посмотрите увеличилось ли у вас там FPS, если да, то способ у вас рабочий. Поэтому заранее прошу не писать, что способ не рабочий, ведь он действительно был актуальным года так еще два, два назад. Поэтому на самом деле я не знаю, у кого он будет работать, у кого не будет. Также перейдите по подсказке и просто посмотрите другое видео, тот способ вам уже точно поможет. Ну, а на этом я буду заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я кому-то помог и это видео станет полезным для вас. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, ведь я иду к своей мечте именно тысячи подписчиков и в этом помочь можешь только ты. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok